Десяток коммунальщиков, гора строительного мусора и раздосадованные жильцы. Серия обрушений в Одессе никак не прекратится. Своё продолжение она нашла вот в этом дворе на Манежной, 34. В обед 16 июня жильцы квартиры на четвёртом этаже увидели на полу потолок одной из комнат. Минимально возможному ущербу и спасению двух котов жильцы обязаны своей интуиции. Было небольшое предчувствие какое-то. Я снял телевизор оттуда, позабирал ценные вещи, цветы и котов выгнал с комнаты и закрыл дверь, потому что они очень рвались в эту комнату в этот день. Была небольшая трещина на гипсокартоне, небольшая. И я скинул знакомому, который по строительству занимается. Он сказал, что типа это точно не балка, с крыши всё хорошо, скорее всего это просто гипс. Парень говорит, что квартира принадлежит родителям. Здесь он живёт со своей девушкой. Им предложили отселение, но они решили остаться. Говорят, угрозы дальнейшего обрушения не видят. Тем временем местный ЖКС уже ищет причину обвала. Там утверждают, что обращения от людей не было. А сети, как и везде, проблемны, особенно отопление. За последние полгода был порыв ЦО, но не над обрушившейся квартирой. То есть это была соседняя квартира. Вопрос устранился сразу же в тот же день по заявке. За период последних полгода порывов не было. Впоследствия Бала ликвидирует ЖКС. Он же берёт на себя ответственность за восстановление потолка. В данный момент на адресе работает КП ЖКС Портофранковский. Проводит зачистку комнаты от элементов обрушения. После окончания чистки комнаты будет произведено подшив. Заведены будут балки и подшив досками этого перекрытия и комнаты. То есть будет оказана помощь жителям данной квартиры. Пока в аварийной комнате работают коммунальщики, Александр с девушкой перебрался в уцелевшие комнаты. Говорит, хорошо, что есть ещё две. Вместе с хозяевами теперь ещё теснее ютятся и спасённые коты. Когда я уходил, у меня было ощущение, что что-то произойдёт. И я их выгнал из той комнаты, где произошло разрешение. Потому что они туда очень сильно рвались. И я пришёл, вот, обрадовался, что они в безопасности. Это самое главное настроение. Не важно. Вот. Поэтому 21 год. А второму? А второму – 11. Парень говорит, что всё ценное уцелело. Из потерь новый роутер, диван и вещи. Часть всё ещё находится под завалами. Закончит разбирать их до конца недели. Ещё примерно столько же уйдёт на новый потолок, говорят коммунальщики. Хозяева не отчаиваются и готовы ждать. На дворе лето, да и жить есть где. Юлиан Аксёнов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.